Подходите ко мне, с ёлочки можно снимать, есть, может быть, ещё... Ну, ёлочко ставьте. Да, ёлочку ставьте. Есть на подоконнике ещё рецепты, пожалуйста, подходите к Жене. Я всем, всем, всем... Благодарны, пациенты разобрали, что вы в состоянии. Спасибо большое. Ну что ж... Вы по специальности психиатру? Нет. А кто вам сказал? Мужчинец? Я комеопат. А, комеопат. Это, господа, с рецептами, с подписанами, кому интересно, в аптеку, гомеотатическая аптека Паттера-18. Это коммерческая реклама. Спокойно. Заведующая аптеки. А, понятно. Ну что ж, глядите. Начнём? Вы уже не снимаете. Это коммерческая реклама. Серебро и лотус-лотус. Сейчас, сейчас, идём за... Я пушу. Да, я пушу. Ну, ты, я... На выходе, я отдам. Мне скоро нафига. Это не детская реклама. Это как раз... Это вообще наслаждение. 15-го числа у нас очень большая выставка. В общем-то, китапная для наших... А, ну, может, выписываешь? Пусть выписывает антиликотин на все. Тут одна фамилия. Мы список напишем. Фамилия. Списка можно. На комбинат я нашла. Списочный. Как раз... Мухин, будь здоров, удачи, успехов, успехов. А он же... А он же интервью даёт. Не подойти. Лёшка, привет. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Глаза. Пусть живут. Привет. Головный инвенциональный рецепт свой дайте мне. Это единственное… За счет… Спасибо, я должен сегодня бежать. Спасибо. Спасибо, коллеги. Что я хочу сказать. Я сделала развеску этой небольшой выставки. И первым делом, что я почувствовала энергетику этих работ. И не отрицательную, а положительную. Почему? Потому что утром я всегда встаю, я такая мялая, у меня низкое давление, я уже взрослая. Так что у меня всё бывает. Но, когда я пришла сюда и посмотрела, здесь висели работы великого Волошиного. Но, тем не менее, я не могла... У художника я не знаю, поскольку он доктор и всё такое, я всё не знала. И он мне был такой белый, когда он сюда приходил с работы. Его я не узнала. Но работы мне понравились. Они мне исправили настроение. Это очень большой фактор. А второе, доктор, это я сказала для публики. А второе, то, что они говорят самодельные, народные. Здесь был великий спонсор в Одессе. И в Москве он был, и в Киеве. Но как-то он благоволил к Одессе. Сорос. Вас бы он принял. Почему? Потому что он брал людей только без образования. Только без учителей. Только-только без ничего. Так что будь вам добрый, доктор. Да. И, надеюсь, хороший рецепт получить у вас. Можно мне тоже? И купить его в аптеке у вашей милой супруги. Я очень рада, что мы попали на вернисаж моего коллеги. Да. Почему? Потому что так все быстро смахивается. Все. Любовь Ивановна сказала, и это все. Есть еще, которые могут не добавить к Любовь Ивановне. Спасибо большое. Мы попали на вернисаж к моему коллеге, врачу-гомеопату. Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что гомеопатия это не медицина только. Гомеопатия это великое искусство. Искусство видения жизни. Связи между всеми аспектами природы. Минералов, растений, животных, людей. Это умение целить человека силами природы, силами вибраций, очень тонких энергий. И эти тонкие энергии как раз работают в свете, в музыке и в форме. Поэтому то, что вот мой коллега талантлив, это лишь подтверждает талантливость его во всем. И как врача, и как художника. Я не профессиональный художник. И я вам должна сказать, что лечит искусство то, которое работает по закону подобия. И это подобие он как раз как врач-гомеопат находит. Поэтому его картины, безусловно, это медицина будущего. Медицина, которая искусство. И он вот один, одна из всех ласточек, талантливых ласточек. Я повторяю, талантливый человек. Он талантлив во многом. И дай Бог ему удачи, как говорится, и на поприще медицины. Потому что я думаю, что картины его обладают не менее целебным действием, чем те вибрационные энергоинформационные лекарства, которые мы выписываем. Поэтому лучше всего вам и удачи. Удачи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Леон. Спасибо, Леон.